друзья приветствую вас это дневной выпуск давайте обсудим вопросы подписчиков по поводу выступления председателя cbrf именно cb но от слова я думаю все-таки cb наверно потому что слово централизирует все в центр свозить и чтобы инициативы на местах не было наверное я то я так думаю мое субъективное мнение так были правильные называть так что мы здесь видим ну во первых прогнозирует снижение за год на полтора два процента ввп если я правильно поймать речь идет не о том что он снизится до полутора двух процентов речь идет именно о потере сегодня приводил уже статью аналитический аналитическую заметку по мжи пи морган или морган чейс о том что америка во втором квартале у нее ввп сожмется на 30 38 процентов но и там если эти коэффициенте ки все перемножить за год то за год либо будет нулевой рост у сша либо минус 2 вот соответственно председатель cb заявляет что россия тоже где-то полтора два процента потеряет ну и америка 2 процента но вопрос в сопоставимости и в корректности одной другой цифры я думаю вы возникает у всех но здесь водится ряд мер кредитные каникулы всевозможные скажем так указание банкам идти навстречу заемщиков и так далее и тому подобное на мой взгляд все эти меры они недостаточно и они никак не сопоставимы с масштабом того что происходит почему я так считаю потому что если посмотреть что делают центробанки сша европы и так далее если посмотреть какие средства выделяются вот показывал уже этот график германия 37 процентов от ввп выделяет виде различных субсидий кредитных каникул и так далее франция 14 про сша 12 пола российской федерации 1 и 2 процента то есть это практически вообще 0 то есть получается что вот текущие меры которые делаются исходя из этой цифры это оставляют в общем-то бизнес и граждан лицом к лицу с этой возникшей опасностью так мы вот текущая ситуация по российскому рынку она такова рубль пока укрепляется на текущий момент так на что мы здесь видим рубль доллар консолидируется в районе 76 75 поезды тумуру я так понимаю это котировка так евро пока продолжает падать по отношению к доллару нефть нефть сейчас растет там сейчас посмотрим на графике какие цели движения так ну и металлы золото сейчас наверное двойную вершину будет рисовать сейчас по золото по серебру отдельно тоже взглянем оперативно но и по нашему рынку в основном растет нефтянка то есть здесь получается что-то отросло вчера те идеи которые вчера не выстрелили выстрелили сегодня ну еще и лукой плюсом так индекс мосбиржу сразу беру часовик на что хотел обратить внимание здесь очень похоже возникла разворотная формация то есть вот это движение она сейчас скорее всего развернется и здесь цель движения первое будет 2570 но совсем чуть осталось идти и дальше вот у нее есть цель который пойдет отрабатывать на 2500 находится вот здесь в том случае если на объеме все-таки пробой 2610 будет тогда как бы открывается возможность движения на 2635 и 2660 я думаю пока вероятность такого сценария на меньше чем ну либо про торговка в этом диапазоне 2560 либо уход вот сюда вот и отработка цели который остался на 2507 так далее бренд сейчас смотрим только техническую страну вопроса по поводу фундаментала я уже рассказывал свое видение техника сейчас на данный момент пока несколько раз коррелировано с фундаменталом но в любом случае рано или поздно они приходят соответствия так месячный график пока ни о чем не говорит попытка инициации роста после вот этого провала марта так поднявки рост начали но вот этот раздача который вчера была я опять оброшу ваше внимание что разные источники котировок они дают разную информацию вчера по максимальной цене на нет если смотреть брк брк 0 российский фьючерс там по максимуму 31 здесь максимум 35 и 7 так сегодня соответственно есть попытка сходить на обновление этого максимума дальше либо отразится пойти вниз либо пробить и протестирует 38 с половиной на часовике здесь есть попытка разворота но эта попытка разворота она пока объемами не подтверждается такая вяленькая свечка вот с другой стороны здесь вот была очень мощная раздача на 3413 да вот здесь на 3 4 3 4 13 крепко раздали вот и соответственно после таких раздач и обычно полагается корректироваться поэтому здесь ближайшее время я думаю сценарий будет следующий либо от текущих значений пойдет корректировка на 31 и 1 вот сюда вот или же будет попытка добить и вот этого хая 3577 в случае его пробития на растущем объеме есть цель который 3662 он пойдет ее закрывать после закрытия этой цели 3662 либо будет проторговка с ростом объема или сразу пойдет снижение объема и уход назад на 33 38 32 56 и потом движение к 31 и 1 вот сюда вот так далее золото на смотрите золото сейчас вернулась на уровень предыдущего набора позиций сегодня вот немножко 1650 не добили но в целом как бы уровень 1641 1642 отработаны поэтому отсюда вполне может развиться корректирующие движение цель которого первая цель движения будет на 1620 1613 сюда вот вот ну и соответственно случае пробития 1611 будет движение на закрытие цели 1595 с половиной и далее если все таки объем 1577 1572 вот этот диапазон у нас пойдет по золоту снижения и целью ближайшей 1493 вот сюда вот так по поводу развития ситуации лака что мы здесь имеем ну смотрите двойная вершина причем это двойная вершина на растущих объемах то здесь сейчас наиболее вероятный сценарий это движение в район реакционного дна но она конечно такая кривовато это двойная вершина вот но если придет сюда на 1629 1628 и начнет здесь по торговаться то далее у нас как бы открывается портал движение на 1613 1612 сюда вот в том случае если вот эта проторговка затянется и он пойдет еще раз тестировать 1646 1648 то по факту пробития на растущем объеме пойдем отрабатывать вам цель который на горизонте 1679 вот пока здесь я думаю все складывается в пользу того что будет корректирующее движение вниз по золоту то есть золото оно должно но как минимум вот сюда вот в этот диапазон сходить а дальше либо будет отработка этой модели двойная вершина с ходом на 1113 или в том случае если пойдет пробитие вверх 1630 1632 то соответственно его опять поведут тестировать вот это вот хай ты что 47 и случае пробитий уход наверх по золоту надо будет посмотреть сегодня вечером какие данные там выйдут по позициям американских трейдеров вот текущая ситуация на боковик я бы сказал этот боковик он все таки имеет большую тенденцию к тому что произошло снижение в этот диапазон или потом с этого диапазона ход на 1112 случае если какие-то новости конечно выйдут негативные по мировой экономики можем увидеть за дерг по золоту но мне на текущий момент такой сценарий видится маловероятно потому что вот здесь была инициация движения вот здесь была раздача и здесь вот по сути движения наиболее вероятно она завершилась и оно должно вернуться вот сюда вот на 1613 дальше по обстоятельствам либо проторговка и дальнейший рост либо пробой и уход к нижней границе вот этой консолидации на 1592 так далее серебро но по серебру конечно здесь тоже не очень хорошая ситуация даже наверно хуже чем по золоту потому что здесь возникает такая расширяющаяся формация которая идет по сути на растущих объемах когда снижение и плюс это все-таки после какого-то определенного роста как она толкнулся от локального дна поэтому здесь конечно достаточно высока вероятность того что если будет закрепление сейчас на текущий момент под 1449 1448 отсюда пойдет движение на 1431 его здесь если будет пробита 1427 то отсюда увидим снижение на 14,1 и возможно 1404 то есть возврат вот сюда вот где была инициация роста сохраняется вероятность того что сейчас отсюда пойдет движение вверх на 14 7 но 14 7 здесь вот эту цель уже отработали вот и поэтому здесь в общем то либо нужен рывок с пробитием 1484 на растущих объеме или же это движение она сейчас перейдет в постепенный откат и движение на 14 31 здесь как бы локально картина указывает на то что выплеснули объем и сейчас свечная разворотная формация у которой ближайшая цель движения тут крышка консолидации 14 7 вот если она ее достигнет здесь пойдет снижение объема то отсюда будет спад и движение соответственно сюда назад нижней границы если здесь пойдет пробой то начнется ускоряющиеся движение вверх с учетом того что сейчас пятница конец недели будет закрытие позиции я думаю все таки его наверное где-то из либо здесь оставят либо все-таки спустят на 14 3 вот сюда вот наиболее вероятность сценарий так доллар рубль но с утра цели первые отработали то есть доллар все таки с утра немножко порос создавать но здесь уже открытие с гэпом было и поэтому рост был относительно небольшим дальше на фоне того что нефть начала продолжила рост пошло снижение доллара сейчас нефть нефть находится в проторговке на текущий момент и доллар рубль вот здесь на числе те нарисовал разворот на такую формацию цель движения это разворотной формации первое находится на 77 54 вот здесь и далее если здесь начнется проторговка закрепление следующий цель движения до 78 в том случае если будет движение вниз на укрепление рубля и пробой 76 и 5 на растущем объеме то увидим движение сначала на 76 потом 75 с половиной ключевая точка движения в этом случае будет семь четыре с половиной вот но сейчас больше фактов указывает на то что здесь вот будет разворот локальное и движение на 77 54 77 55 77 54 так давайте сбербанк посмотрим наша самая нефтяная бумага на что там на нефть очень взяла реагирует не растет совсем так но здесь вот сейчас намечается продолжение движения вниз если будет пробитие 184 2 на растущем объеме то это приведет движение на 182 и 1 вот пробитие 182 и 1 здесь уже открывает вероятность движение на 177 178 вот сюда в том случае если здесь не будет пробитие 182 будет снижение объема при приближении к этому уровню ну или более раннему уровню 184 то отсюда произойдет рикошет и возврат сбербанк вот в этот диапазон 187 и 7 184 один где он сейчас по торговаться стоит здесь внимательно обратить внимание на уровне потому что сейчас как бы по бумаге нету особой идеи то есть она вроде бы на них должна реагировать на что такой реакции нету видимо его отложили на потом и поэтому здесь следует ориентироваться на пробитие либо вот этого уровня уровня сопротивления либо уровня поддержки который на 184 3 1 находится и второй на уровне в районе 182 так далее газпром газпрома вот этот набор позиций в районе 150 8 160 привел таки последующему росту текущему вот у этого роста у него первая цель первая цель движения которое может вызвать сильную корректировку весе один то есть несмотря на все пертрубации как мы видим газпром продолжает рост то есть получается вытряхнули из газпрома и сейчас но какое-то поступательное движение скорее всего продолжится вот первая цель 201 отсюда может быть разворот в принципе разворот конечно может быть уже я отсюда потому что как бы не вполне понятно то есть на каком драйвере бумага растет вот но тем не менее то есть ну видимо в нее идут вливание средств так но если смотреть часовой таймфрейм здесь произошел разворот локальный вот если сейчас будет пробитие 189 и 6 189 и 5 на объеме то весьма вероятно даже 189 и 4 точно здесь 4 и закрепление пойдет здесь то вот это движение она действительно получается завершилась и первая цель отката это 186 половиной и по факту пробития на растущем объеме следующие цель движения находится на 182 то есть на уровне вот этой консолидации который в диапазоне 180 183 с половиной то есть вот сюда вот он вполне может отскочить вот но если он сюда отскочит то тогда получается вот это рост который был инициирован он откладывается на неопределенный срок то есть это будет возврат вот в эту проторгованную область где он еще будет колбаситься набирать позу и только потом возможен будет рост если конечно ситуация на мировых рынках не приведет коррекции и обвала так далее ммк ммк так но здесь вот он не пошел на 39 и 8 и на 41 и 3 у него здесь пошло разворотное движение судя по дневкам но сейчас если вот операция на часа вик здесь какой есть существенный момент вот если он пробивает на объеме 37 437 и 2 вот этот диапазон то высока вероятность того что он отсюда уйдет на начало гэпа 3645 возможно сильный уровень 3619 вот сюда вот если же он продолжает торговаться в этом диапазоне 38 и 437 и 3 то вполне возможно что в понедельник оттолкнувшись вот от этой нижней границы он пойдет тестировать вот эту крышку консолидации верхняя и случае пробития 38 4 на объеме у него цель движения будет уже 39 575 на дальше либо пробить и уход или на снижение объема и возврат вот в этом проторгованную область так далее гмк но там сегодня немножко просел вернулся на открытие но видите речь о том что он падает на 18 300 пока не идет так но здесь у него в общем то пока что нисходящий такой канал небольшой локальный но вот здесь вчера была попытка разворота этого канала и сейчас что мы наблюдаем мы наблюдаем что он определенного локального максимума достиг сейчас идет корректирующие движение если корректирующие движение приведет к пробою 18 600 18 550 то тогда действительно уходим на 18 300 и вот уже в случае пробой 18 300 начинает движение вниз на текущий момент исходя из структуры вот этого роста который здесь возник более вероятно что вот это будет корректирующие движение то есть не пробой не уход куда-то вниз а именно движение ну по направлению книг нижней границы консолидации а дальше как бы по факту от сколько будет тестирование верхней границы и попытка роста поняли закрытая цель 19 720 и далее тестировали на пробой 20 тысяч 350 то здесь вот очень похоже судя по структуре произошел разворот вот этого локально падающего тренда или канала и сейчас как бы вопрос идет о том что корректирующие движение но сломит вот этот важнейший возникший контур тренде коленет если не сломит под понедельник увидим продолжение роста если сломит то тогда будет движение на 1830 и случае пробития если здесь не задержится не проторгуется пойдет ниже пока я думаю сейчас будет движение вот сюда вот наиболее вероятно и здесь либо набор позиции и отскок или пробой на растущем объеме тестирование 18300 так далее на ватэк на смотрите на ватэк вот одна цель который в районе 1000 было она отработана далее либо здесь пойдет закрепление вот в этом диапазоне проторговка которая 965 до 1020 и соответственно если продолжится вот это движение будет пробой 1021 верхней границы и уход сначала на 1105 потом на 1190 вот так что на следующей неделе будет решаться вопрос вот он пробивает верхнюю крышку ходит наверх или нет потому что в целом здесь пока что показывается движение восходящие единственно напрягает то что вот этот разворотная формация на дневках это раз это что куча гэпов незакрытых это конечно негативный момент так но если рассматривать часовик то здесь ситуация следующая вот пробой на объеме 970 975 вполне вероятно проведет движение на 911 вот здесь у него есть цель есть набор позиции он наверняка будет возвращаться в этот диапазон вот далее если все таки пойдет пробитие 890 на растущем объеме то мы увидим сильное движение сначала на 850 потом возможно ниже вот смотрите вот фигура вот этот вогнутая формация как она работает был рост на лесной счет здесь можно ее трактовать и как чашка с ручкой здесь тоже возможна такая трактовка я правду это особо не не застраив внимание то есть с моей точки зрения вот наличие роста и потом такая формация она приводит как раз в движению на вот высоту точнее на глубину вот этого самого залива то есть данном случае 923 на 1000 где-то приблизительно на такую же величину конечно с точностью до рубля не будет но тем не менее то есть вот эта формация она сработала то есть определенная цель локальная она выполнена и сейчас по идее наиболее вероятно это корректирующие движение на 911 вот но это по часы веку это будет том случае если он пробьет вот этот диапазон 900 сколько здесь получается 960 965 970 на но так вот более правильно и случае о пробитии будет уход вот сюда вот я думаю по часы веку какое-то корректирующие движение должно быть но если ориентироваться под нефти на более среднесрочная перспективу то еще порог для движения остается пока так далее вопрос по втб посмотрите втб в целом тут нормально идет формация на отскок цель этой формации движения первое это 35 491 2 36 496 то здесь пока все более или менее адекватно протекает если пробитие на тридцать один сто пятьдесят шесть будет вот здесь чуть пониже вот этой пимпочки свечи то скорее всего такое движение она ведет на 29 339 и здесь уже по факту консолидации возможен будет дальнейший рост то что касается часового формата здесь вот смотрите была попытка роста но это попытка роста она успехом не увенчалась то есть на самом деле его сейчас гоняют в диапазоне диапазон 31 408 88 и верхняя граница диапазон 32 887 ну где-то вот тут вот находится подходит к нижней границе объем падает это говорит о том что будет отскок и движения наверх то же самое верхняя граница к ней подходит объем падает скорее всего на чудо отскочит и вернется либо на середину как здесь либо на более низкие значения то есть на поддержку линию поддержки ну или нижнюю границу консолидации данном случае 31 379 31 182 здесь если будет пробитие вот этого нижнего диапазона то это сразу уведет акцию на 30 657 далее случае пробития 29 805 пойдет она закрывать цель на 28 88 81 пока все-таки здесь больше указывает на то что рост продолжится вот это проторговка она более вероятно приведет к пробитию вот этого верхнего диапазона консолидации и закрытие цели которые находятся на 3 4 853 а дальше по ситуации если пойдет накопление набор то движение вверх судя по нефти движение вверх она скорее всего зарождается и будет продолжаться опять же здесь все зависит от того как будет себя вести нефти америка вот сегодня snp снижается ну понятное дело то есть там данные были негативные вот нефть растет но она уже начала немножко преподать соответственно здесь у нас такой прямо сейчас прямой зависимости нет по насколько и сын пи вырос или нефть выросла насколько на шинок и вы здесь сложная зависимость плюс еще идет и видно что идет приток капитала в бумаге то есть это как частники так и какие-то крупные игроки заводят деньги и поэтому здесь ситуация она вот смотрите ну вот возниклась возник рост до рост идет рост идет с откатами и периодическими проторговками наборами позиции то есть почему растут акции когда рынок падает но они растут потому что их покупают должно ли быть так не знаю сложно сказать но по идее как бы всегда по классике если в экономике полный коллапс акции должны падать это вполне естественно здесь как бы надо понимать что реальная сила то есть когда акции покупку растут когда их покупают сейчас их покупают покупают их почему потому что во первых я так понимаю еще не закончился приток капитала это раз из-за границы репатриация во вторых физиков погнали с этими вкладами либо в акции либо в недвижимость лучше все-таки микрос акции их по крайней мере если начнется пойдешь можно быстро продать недвижимость вы сядете лютой надолго поэтому в т.п. думаю более вероятен рост на про стопы и уровне поддержки забывать не следует так вот друзья вопрос был по уросе посмотрите по уросе здесь в чистом виде на недельках разворотная формация цель движения по этой разворотной формации 82 соответственно если будет пробитие 51 растущих объемах то вот этот отскок он ломается и она там сыпется бог весь куда вот но пока на текущий момент здесь по факту про торговки и должны выдергивать и она у час пойдет пробивать сначала 71 и потом закрывать 82 и 583 у нее цель так если смотреть по дневкам то здесь тоже как разворотная карказябра имеет место быть и цель движения с этой карказябра находится на 71 и 3 и по факту здесь закрепление в диапазоне 67 и 271 следующая цель движения находится на уровне 80 17 и потом даже 90 191 с половиной вот но это движение ломается в том случае если будет пробитие на объеме пятьдесят четыре шесть пятьдесят четыре пять тогда она повалится и пойдет ниже так ну и что касается часовика по часовику здесь у нас отскок произошел по факту вот этого снижения раздачи и сейчас получается находится в диапазоне диапазон здесь есть возник образовался это 60-64 с половиной вот она доходит до верха здесь она либо пробивает на растущем объеме уходит на 67 и 1 или объем падает и она возвращается цель движения не будет 60 далее доходит до 60 отсюда или отсюда 60 пробивает на объеме цель движения у нее первые вот сюда 57 4 потом 55 и 7 мы пробить и 54 и 4 уводит ее на закрытие вот этой цели 53 2 сейчас скорее всего этот корректирующий откат он либо сойдет на нет либо где-то здесь увязнет и пойдет движение в рамках диапазона к верхней границе ну я лично не верю бриллианты и алмазы я считаю скажем так ненужным совершенно активом или пассивом но тем не менее то есть мое субъективное восприятие продукции данной компании она никак не может влиять на то как она ходит исходя из технического анализа все друзья спасибо за внимание до свидания